Здравствуйте! С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Семь дней назад не стало Амена Хайдарова. Великий советский режиссер, основоположник отечественной мультипликации, ветеран Великой Отечественной войны. Именно его руками создан первый мультфильм Казахстана «Почему у ласточки хвост рожками». О жизни заслуженного деятеля искусств Казахской ССР мы расскажем в следующем сюжете. Амин Хайдаров уроженец Карагандинской области. В 1941 году со школьной скамьи он ушел на фронт. Участвовал в Сталинградской битве, был тяжело ранен под Киевом. В 1950 году мультипликатор окончил Алматинское художественное училище. Спустя 15 лет он становится выпускником отделения художников-мультипликаторов в ГИКО. В 1967 году режиссер создает первый отечественный мультфильм «Почему у ласточки хвост рожками». Творение Амина Хайдарова стало популярным в 48 странах мира. Лента была премирована на Третьем Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а также получила приз на Международном кинофестивале мультфильмов в Нью-Йорке. Не менее популярными стали и другие работы художника. Среди них «Аксак-Кулан», «Хвостик», «Ходжана-сыр-строитель», «Солнечный зайчик» и «Сорок небылиц». Амин Хайдаров стоял во главе Союза художников Казахстана, был секретарем Союза кинематографистов. В 2007 году его удостоили титула «Экран-щеберэ». Граф Монте-Кристо в казахстанской интерпретации. Впервые отечественный кинематограф взялся за экранизацию романа Александра Дюма. Зрителям представят четырёхсерийную остросюжетную мелодраму «Несломленный», где в главных ролях предстанут народные любимцы. Режиссёром проекта выступила француженка Вирджиния Возги Мароккеан. Творческая команда перенесла зрителей из XIX века в современные реалии. Действие сериала разворачивается в лихие 90-е. В Алматы. В центре сюжета прототип Эдмона Дантеса Данияр Аблаев. Он стоит на пороге новой жизни. Впереди только радужные перспективы и семейное счастье. Но тут он сталкивается с предательством друзей, после которого отправляется в тюрьму. Образ казахского графа Монте-Кристо воплощает известный актёр Азиз Бишаналиев. Задача актёрской профессии – это уметь вытащить из себя всё, что в тебе есть. От самого мерзкого до самого высокого. И суметь это показать и себе, и другим. Вот и всё. Поэтому, наверное, где-то внутри меня очень глубоко и живёт этот железный человек. После 20-летнего заключения Даниэр выходит на свободу. Только это уже совсем другой человек. Умный, расчётливый, жестокий и коварный. Герой обладает огромным состоянием. И единственное, что движет им – это всепоглощающее чувство мести. Всё, как в романе Александра Дюма. Очень редко у нас бывает так, что снимается кино по классической мировой литературе. Обычно мы всё больше и больше стремимся к своей литературе, либо к русской, типа Достоевского и Чехова. Здесь достаточно интересно. И, во-первых, каст был. Подбор актёров, мне кажется, очень удачным. В ленте задействован звёздный актёрский состав. Помимо Азиза Бишаналиева, в сериале играют Дмитрий Скирта, Гани Кульжанов, Санжар Мадиев, Асиль Садвакасова и многие другие. К примеру, казахстанцы могут ожидать уже 23 февраля на одном из отечественных телеканалов. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok